Приветствую вас на канале Ratcat! Сегодня я поиграю в jailbreak! Сегодня 1 апреля и очень веселый выпуск подготовили нам в jailbreak. Во-первых, слева вы видите луну, которая немножко поменяла свой вид и стала в очень интересной форме. Давайте дождемся рассвета и посмотрим, как поменяется jailbreak. Итак, на дроблоксе завис какой-то магический шар дискотеки и теперь смотрите, как преображается интересно вся карта. Она стала очень красочной, очень колоритной, просто рябит в глазах, когда вы смотрите на эту карту. Обалденно, согласитесь, масштаб, насколько все кажется огромным, этот мир. Что-то такое невиданное творится в этой карте сегодня и давайте тогда еще попробуем что-то здесь поделать. Во-первых, вы видите, что весь снег стал розовым, также что деревья окрасили, спончик, смотрите, слева какой веселый, с глазками, смешной. И также давайте посмотрим продавца, он сейчас тоже а-ля 80-е в стиле диска, видите, причесочку себе такую сделал знатную. В общем, все очень круто поменялось. Я сейчас хочу попробовать повзрывать ракетки об этот шар диска, вдруг что-то будет выпадать из него. Сажусь на армейский вертолет, так, 80. Проверим сейчас все ли нормально, есть ли у меня ракетки, включим ли они в состоянии. И да, выпускает все нормально, ракеты полетели. И давайте попробуем как-то врезаться в этот шарик или его подбить ракетами, в общем, что-то с ним сделать. Вы помните, что были вот эти вот снежинки, которые появились после обновления. Сейчас через сквозь эти снежинки очень интересные призмочки получаются, свет очень интересно рассеивается. В общем, вот такая вот красота сверху творится. Врезаться вы можете в этот шарик, он все-таки не прозрачный, не стеклянный, сквозь него пролететь нельзя. Сейчас я попробую его сбить ракетами. Так, еще раз попробовал сбить вертолетом, не получилось. Окей, стрелил ракет, вообще даже в шар не попал. Как, спросите вы, можно не попасть в такой большой шар? Не знаю. Со второго раза все-таки попал. Ну что, как бы ракеты взрываются об него, но ничего не происходит. Ну а сейчас, ребята, наверное, самое прикольное, что появилось после обновления, вам покажу. Но перед этим давайте еще походим по тюрьме, посмотрим. Ну я нашел какой-то кусочек травы такой странно сделанный, но я думаю, что это не пасхалки. Итак, ребята, что появилось в тюрьме из всего, что я нашел, это вот этот вот рукомойник, мывальник. Он теперь стал вот такой очень красивый, в виде мозаики сделанный. Выглядит потрясающе, если честно. Мне нравится. Надеюсь, он такой останется. Ну а сейчас давайте ведем код. Сейчас есть уникальный код, он действует только один день, только 1 апреля, поэтому быстрее водите, если вы этого еще не сделали. Он очень простой, называется Disco. И за это вы получите целых 7000 кэша. Думаю, что это неплохо. Ничего не делая, получить 7000 кэша, просто зайдя в игру и введя кодик. Тем более кодик, видите, очень удобно, можно сейчас вводить даже в полицейском участке. Ну а это самое прикольное, что мне очень понравилось, это паровозик Томас. Пытаюсь на него запрыгнуть, ничего мне не получается. Окей, побежали в вертолетик. Сейчас будет операция по слежению за паровозиком. Так, летим-летим. Я хочу посмотреть, не поменялось ли что-то внутри. Может, внутри тоже есть какие-то пасхалки в самом вагончике этого поезда. Так, все, ладно. Спрыгиваю внутрь, смотрю, что там. Сейчас я только стекло открою. Окей, что здесь видим? Ну, тут все по-старому. Ничего интересного нету, никаких не обнаружено пасхалочек. Сейчас мы еще раз посмотрим на эти вагончики Томаса. Очень прикольные они. Тут, оказывается, даже их два. Вот, видите? Два паровозика Томаса. Номбо-1. Вот это, конечно, очень круто. Мне очень повеселило. Подобная задумка. То есть, теперь у нас поезд ФБР в виде паровозика Томаса. Ну и напоследок, что еще хочу показать, это Азима. Он тоже преобразился. Видите, он сделал себе крутую прическу. Ну что ж, ребят, на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось это короткое видео. Если так, не забудьте поставить лайк. И до новых встреч на канале RedCat. Всем пока!